Всем привет-привет! Сегодня хотела бы поделиться с вами рецептом плова, то есть как я его готовлю. Рецепт этот я, конечно, не сама придумала. Я его взяла из газеты, уже не вспомнив какой. Это было, наверное, начало 2008 года. И вот посидеть, то есть на протяжении стольких лет, я пользуюсь данным рецептом. По рецепту, конечно, было указано использовать баранину и бараний курдючный, или я уже не помню, конечно, точно, какой-то, в общем, жир. Но, соответственно, я не буду это использовать. Баранину я не ем вообще, ну а жир бараний тем более. Поэтому в моей ситуации это свиной жир. И в качестве мяса я буду использовать именно свинину. Хотя я готовила и с курицей подобный плов, и с телятиной. В принципе, все получается достаточно вкусно. Итак, что мне понадобится? Вот такое сало, свиной жир, значит мясо. Мясо у меня тут больше килограмма, но посмотрим. Возможно, все использовать не буду. Лук, нарезанный морковку тоже нужно резать, но, скажем так, мне лень. Резать и проще натереть на своей старенькой терке. Возможно, к Новому году я себе найду что-то новое. Вот такой вот рис Мистраль для плова. В общем, не знаю, здесь чуть поменьше полпакетика. Достаточно будет, но если что, у меня есть еще пачка в запасе, то есть рис будет где взять. И вот такая у меня приправа для плова. Использовала разные приправы, в том числе и такую уже использовала, и другие. И более дешевые варианты использовала. В принципе, вся приправа для плова мне нравится, и получается все достаточно вкусно. Конечно, отдельно нравится приправа. Такие вот продаются рассыпушки в развес. Она, конечно, более вкусная, более как бы, ну, больше нравится. Но в данной ситуации у меня ее нет. Ехать куда-то из-за одного плова за приправой тоже как-то не очень. В общем-то, ну, то есть начнем... А, готовить я буду в казане. Сейчас я вам его покажу. Так, в общем, для начала выберу режим плиты, на котором я буду готовить. Ну, наверное, сейчас я выберу семерочку. Выберу семерочку больше, ой, так, восемь. А больше боюсь, поэтому... И первое, что мы сделаем, мы засыпем вот это вот свиное сало, шпик. Я не знаю, как это правильно сказать. Нутриного у меня, к сожалению, достаточно оказалось мало. Мясо не очень жирное. И поэтому пришлось добавить обычное соленое сало. В общем-то, теперь я оставляю это подрумяниваться, топиться жиру, салу. И позднее, когда натопится, я снова вам покажу, что получается. Продолжим готовить дальше. В общем, вот сало начинает швыркать... Как? Я не знаю, как это сказать. Швыркатать. В общем, сало начинает потихоньку топиться. Но еще рано. Нужно, чтобы эти кусочки стали такие коричневатые. Да, и я увеличила подогрев. Было семь, я установила восемь. Потому как семь, мне кажется, это будет очень долго. Восемь все-таки помощней. В общем, на видео видно, да, уже как подготовилось или как это поджарилось сало. Жар я все-таки убавляю, потому что для дальнейшего восьмерки будет достаточно много. В общем, шумовкой у меня только такая. Вылавливаем эти так называемые шкварки. Выловить надо их полностью, чтобы ничего не осталось. Вылавливаются они как-то проблемно. Такой звук, как колокол. Так. Шкварки я выловила. И теперь я засыплю туда лук. Видно, как он запорчал, потому что действительно восьмерки очень много оказывается. В общем, сейчас поджарим немного лук. И затем подойдет очередь мяса. Лук уже достаточно поджарился. Теперь будем ложить мясо. Кидать или засыпать, не знаю, как правильно. В общем, я не знаю, все мне положить или не все положить. В принципе, я весь кусок покупала на плот. Положу тогда все. Куски у меня нарезаны не строго квадратами. Мелчим как получилось, так и нарезанным. Скажем так. Такой штучке мешать уже не получится. Она достаточно такая, как сказать, хилая, что ли. И дело пойдет вот такая. Так, и в дело пойдет вот такая старенькая лопаточка. Многое повидавшая на своем веку. Ей мешать гораздо удобнее. Ну и чтобы не обжечься, вот такая прихватка с фикс прайсом. Очень удобно. В общем, теперь будет поджариваться мясо. Позже закинем морковь. В общем, мясо постепенно поджаривается. Сейчас мы его покрутим еще. Тут оно, соответственно, еще и свой сок дало. Ну и, соответственно, жир. Вот. Сейчас еще чуть-чуть. И просто есть такие, как сказать, прям сырые бока. Вот, например, вот прям он какой еще сырой. В общем, еще поджариваться, запекаться, тушиться и тушиться. В общем, потушим еще морковку, еще пока рановато. В общем, все шкварчит, все готовится. Теперь, в принципе, я думаю, самое время засыпать морковь. Моркови по рецепту гораздо больше. Ну и, как я уже говорила, ее надо кубиками резать. Ой, не кубиками, ну там соломкой там или чем-то. Ну, в общем, заморачиваться неохота. Да и, в принципе, для чего. Сейчас вот так вот перемешаем. И потушиться еще. Да, процесс приготовления, в принципе, достаточно, ну, такой длительный. Готовится не за 5 минут. Но, мне кажется, результат того стоит. И иногда можно повозиться. В мультиварке совсем проще. В принципе, засыпал. Не смотреть не нужно особо. Не мешать. Но, во всяком случае, я так делаю. Всегда получается все нормально. В общем, теперь тушим, жарим в таком виде. То есть, вместе с морковкой. Ну, и последующим этапом будет засыпка риса. Немного посолить и добавление приправы. Добавлять буду, как я уже вам показывала, свою приправу. Ту приправу, что я вам показывала, вернее. Ну, то есть, какая есть. Я думаю, вкус все равно будет хороший. Конечно, рассыпушка, как я уже говорила, гораздо вкуснее. И, да, температуру я немного увеличила. Потому что на семерке мясо очень долго томилось. В общем-то, затянулось ожидание. Увеличила снова температуру до восьмерки. Во-первых, и шкварчит достаточно веселее. То есть, процесс пошел быстрее. Вот видно уже, что морковка пошла, как скажем, начала приготовляться. Так как вот появилась желтизна. Ну, то есть, стала давать цвет для бульона, сока или как это правильно назвать. Ну, в общем, все так более-менее поджарилось. Рис я сполоснула. В общем-то, вот такая у меня бодейка для полоскания круп. Удобная. Покупала тоже в фикс-прайсе. Рекомендую рис не перемешивать. Я всегда перемешиваю. Я всегда перемешиваю. Сейчас, через несколько минут, залью водой и всыплю приправу. Солить буду настоящей адыгейской солью, прям с адыгеи. Не покупной в магазине, а именно вот развесная, как она продается в адыгее. В общем, влила воду. Воды получилось вот столько. Ну, в общем, по мере необходимости, возможно, подолью еще. Ну, и посмотрю сейчас по рису, как пойдет дело. Может быть, нужно будет подсыпать немного рису. В общем, получается вот такая пока жижка. Да, некоторые кладут в конце лук, чеснок целыми головками. Чеснок, по-моему, я так не делаю. Не знаю, почему не делаю, в общем-то. Снова убавлю чуть-чуть жар. О, и прибавила. В общем-то, и буду накрывать крышкой. Пусть тушится позднее. Покажу, что у меня получилось. Ну, в общем, подошло к логическому концу мое приготовление плова. Вот такой плов у меня получился. Сейчас еще крутану туда перчиком. Мне очень не нравится. Вот. И, собственно, плов готов. Можно кушать. В общем, делитесь своими рецептами, как вы готовите плов, что добавляете. Да, по поводу плова из курицы я говорила. Да, можно готовить из курицы. И если нет свиного жира, можно использовать любое масло. Вот. Я когда готовила из курицы, я использовала сливочную и растительную смесью. Я думаю, на оливку вам тоже будет достаточно вкусно. В общем, всем приятного аппетита. Вот такой плов у меня получился. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Буду очень рада. Всем пока-пока.